Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющая партнер компании Роско Консалтинг Аудит. В 2022 году было проведено исследование, участницами которого стали 9 тысяч женщин в возрасте до 45 лет. Затраты на ребенка до 3 лет были оценены российскими материями в среднем в 1 миллион 370 тысяч рублей. Как отметили в Сбербанке, в числе первой тени в первые годы жизни детей – это коляски, кроватки, одежда, питание, подгузники и пеленки. Также деньги могут понадобиться и на медицинские услуги. В ряде случаев требуются няни и психологи. В Центре исследования Высшей школы экономики назвали оптимистичной оценку в 1 миллион 370 тысяч рублей или 38 тысяч рублей в месяц. В этом году затраты на ребенка существенно увеличились вместе с ростом цен на товары и первой необходимости. В России, по данным исследователей, вне труда в 2023 году число матерей-одиночек составляет почти 5 миллионов человек. Только за период с 2002 по 2021 годы число неполных семей выросло почти в два раза – с 21% до 38,5%. Кто считается матерью-одиночкой? Какие дополнительные льготы положены от государства таким женщинам в этом году? Разберем подробно эти вопросы в нашем видео. Ни в одном из видов законов не содержится определение «мать-одиночка». Смысл данного понятия зависит от цели его применения в различных отраслях законодательства. Например, понятие «единственный родитель» используется для предоставления налоговых льгот по НДФЛ. При этом единственным родителем может быть как мать, так и отец, в одиночку воспитывающий детей. Единственный родитель имеет право на получение стандартного вычета по НДФЛ. За ребенка в двойном размере, если он не состоит в зарегистрированном браке. За первого и второго ребенка – 2800 рублей. За третьего и последующих детей – 6000 рублей. За ребенка-инвалида – 12 тысяч. Для одиноких родителей с 25 февраля этого года расширены и трудовые гарантии. Так работодатели не имеют права увольнять по собственной инициативе работников-одиночки воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. Помимо этого, работодателям запретили увольнять супругов военных, погибших на СВО. Об этой новости мы рассказывали в наших социальных сетях. Подписывайтесь, чтобы оперативно получать важную информацию. В законе «Одинокой матерью» считается женщина, являющаяся единственным лицом по воспитанию и развитию своих детей, родных или усыновленных. Подробнее об этом расскажет юрист компании «Роско» Дарья Потапкина. «Одинокой матерью» считается женщина, которая воспитывает детей без отца, когда отец ребенка умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, признан безвестно отсутствующим, недееспособным, либо ограниченно дееспособным, когда он по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка. Также отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов в иных ситуациях, когда отцовство в отношении ребенка не установлено. Региональные же власти для назначения местных льгот устанавливают свои критерии, кого считать матерью-одиночкой. Например, для получения социальных преперенций в городе Москве одинокой матерью считается женщина, в свидетельстве о рождении ребенка которой отсутствует запись в отце или запись произведена по указанию матери, а также не состоящая в браке женщина, установившая ребенка. Для получения социальной поддержки в Московской области одинокими родителями признается родитель ребенка, указанный в записи акта о рождении, при условии, что в этой записи отсутствует запись о втором родителе, либо запись о втором родителе произведена по заявлению родителя ребенка в установленном порядке. Если вы столкнулись с проблемой в сфере социальных выплат, тогда юридическая консультация – это первый шаг, который вы можете сделать для решения этой задачи. Для получения помощи специалистов компании «Роско» позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через фрумобранной связи. Ловите промокод YouTubeRosco, по которому вы получите скидку на наши услуги 15%. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. На какие дополнительные выплаты от государства может претендовать мать-одиночка? Основные виды госпособий, на которые имеет право мать-одиночка. Наряду с другими матерями, имеющими детей, прописаны в статье 3 Федерального закона номер 81 ФЗ. Например, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Размер таких пособий зависит от среднего заработка, а за его получением нужно обращаться к работодателю. Если женщина не работает, то нужно обратиться в Центр соцзащиты населения в своем регионе. На федеральном уровне для матери-одиночек специальных пособий нет, за исключением единого пособия, которое выплачивается с 1 января 2023 года. Его назначают беременным женщинам, ставшим на учет в ранние сроки, а также родителям детей до 17 лет, если средний душевой доход семье меньше прожиточного минимума. Расчетный период берется 11 месяцев, предшествующих первому месяцу перед месяцем подачи заявления. Например, если мать-одиночка подает заявление в феврале 2024 года, то будут учитывать период с января 2023 по декабрь 2023 года. Для того, чтобы рассчитать средний душевой доход, нужно сложить доход матери-одиночки, поделить сумму на 12 месяцев, а результат разделить на количество членов семьи. Мать плюс дети. Размер пособия может составлять 50, 70 или 100% от регионального прожиточного минимума. Так, в этом году прожиточный минимум составляет 15453 рубля. Однако в регионах он может различаться. Так, самый высокий прожиточный минимум на Чукотке составляет 39813 рублей. Единое пособие рассчитывается в процентах от регионального прожиточного минимума. 50% – это базовый размер выплаты. 75% – если семье не будет хватать среднедушевого дохода до уровня прожиточного минимума. И 100% – если при расчете пособия в размере 75% уровень среднедушевого дохода семьи все равно будет меньше прожиточного минимума. Заявление на пособие удобнее всего подать через сайт Госуслуг. Регионы также стараются оказывать материальную поддержку одиноким родителям. Так, дополнительные виды для матерей-одиночек предусмотрены в городе Москве. Например, ежемесячная компенсация на возмещение роста стоимости продуктов питания, а также на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. Для детей с московской пропиской до 7 лет предусмотрены следующие льготы. Бесплатный проезд в общественном городском пассажирском транспорте, бесплатное посещение зоопарков, парков культуры и отдыха, выставочных залов и музеев, находящихся в ведении столичного правительства. Подведу итоги. Итак, матери-одиночки вправе претендовать на единое пособие, установленное на федеральном уровне и на иные региональные выплаты. Конкретные виды и размеры региональных выплат можно узнать в центрах соцзащиты. Как правило, расчет региональных выплат отталкивается от среднедушевого дохода женщины. А для более подробного изучения льгот и субсидий, которые предоставляет государство, переходите по ссылке на наш пейлист. Мы создали его специально для того, чтобы помочь вам разобраться в этой системе. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Толаш. Если у вас остались вопросы, прямо сейчас пишите в комментариях. Юристы нашей компании бесплатно ответят на них. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе, будь в РосКо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин